Встречаем на сцене Валерий Альшанский! Время уже предательски пошло. Всем привет! Я очень рад вас видеть. Я очень рад, что на второй день у нас полный зал. Мне даже кажется, что людей больше, чем вчера. Вчерашний день зарядил, взбодрил. Окей. И Тарас, дорогой, где ты? Тарас, где ты ты? Спасибо тебе огромное за твою тему, за твое выступление. Где же ты был раньше? Вот я один из тех людей, который тестировал гипотезы. И в какой-то момент времени... Короче, я решил со серийным предпринимателем, попробовал. То есть я так подрывался на эти тренды. И сегодня посмотрел, думаю, где фокус, там и результат. Ну и, кстати, я хочу защитить эту историю про котиков. Тарас, этим людям можно дать шанс. Котики – нормальная тема. Хорошо. Ребят, хочу с вами сегодня поговорить на очень важную тему. Все же знают эту фразу «казнить нельзя помиловать». И я хочу сегодня с вами поделиться своим опытом. На протяжении последних шести лет я общаюсь с очень большим количеством людей. с людьми, которые работают в найме, с людьми, которые занимаются бизнесом, микро, малым, средним, крупным бизнесом, нано-бизнесом и так далее. И я математик до мозга костей. У меня оцифровано все. Вот у меня все по полочкам в голове разложено. И я стал наблюдать. Наблюдать за людьми и размышлять, почему у кого-то получается, у кого-то не получается, и все эти наблюдения дали мне возможность сделать то, что я сделал на сегодняшний день. И эти наблюдения дали мне возможность понимать, где я буду и где я хочу быть через 10 лет, через 20, через 30, я оптимист, через 50 и так далее. И вот тему сформулировал следующим образом «расти нельзя тормозить». И все, я думаю, понимают, сейчас можете спроецировать, что важность запятой именно в этой фразе равна важности запятой в теме «казнить нельзя помиловать». Что я заметил? Что я заметил? Все мы с вами, я в том числе, живем свою жизнь. Так или иначе, так, как давали родители, то, как транслировали в школе, еще где-то, то, как мы сами ее ощущаем. И в какой-то момент времени каждый человек принимает для себя определенное решение. В каком векторе он будет двигаться? Я постарался визуализировать это на таком графике. Что я хотел здесь показать? Кто-то для себя делает выбор стабильности. Я это всегда слышал от своих родителей. Вот работа, 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 все хорошо, все прекрасно, и всю жизнь вот так вот будет ровно. Кто-то откладывает себе страшное слово, да, у меня бабушка, ну, это, наверное, их больше тема там похоронная, и на них живут после 60-я. Кто-то, в принципе, не думает, говорит, все окей, все нормально, все хорошо, и что происходит? Люди живут, 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 стабильность иллюзорная, и в конце, как правило, пике. Или не дай богу, что-то произошло, или там увольнение, сокращение. Я проходил в своей жизни сокращение спустя 7 лет работы в одной компании. А есть люди, которые живут, 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 а потом в какой-то момент времени у них происходит рост. Я читал историю развития крупных компаний, историю формирования жизни бизнесов, миллиардеров, всего списка Forbes, и эти люди проходили абсолютно разные этапы. И давайте для начала, вы знаете, после вчерашнего дня у меня внутри произошло очень много каких-то осознаний, мироощущения, понимания того, что происходит, и у меня изменилось даже отчасти восприятие сегодняшней темы. Можно поговорить про успешный успех? Да, вот надо делать так. Я красавчик, пошел там, делаешь, делаешь. А я хочу сегодня поделиться с вами, как я люблю говорить, кусочком себя. И я убежден в том, что каждый из вас сможет что-то увидеть в моей истории, в себе, и буду полезным. Очень коротко хочу начать с себя, наверное, точка А. То есть вот тот момент в жизни, который я назвал до этого моментом принятия какого-то решения, куда я буду идти, как я буду развиваться, я к этому отношусь как к точке А. Потому что до этого вот жизнь идет, 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 вот как я ее вижу. Но какая-то точка А. Ко мне эта точка А пришла в 30 лет. Со мной случилось какое-то осознание. У меня очень рано умер отец, ему было 56. Вот в 30 лет мне депрессняк даванул, говорит, слышь, пора. Чисто теоретически вот что-то может пойти не так, да, как бы стагнирование. Я достаточно хорошо себя чувствовал. Я действительно был на руководящей должности в крупной федеральной страховой компании. У меня был хороший доход, ну, в районе 300-350 тысяч рублей. Даже для Москвы это неплохие деньги. Симпатичный парень на фотографии. Не знаю, кто это, да. Но тем не менее. И вот я был в полном ощущении красавчика, но под капотом, тем не менее, минус 3,5 миллиона просроченных кредитов. И были какие-то кредитные нагрузки и прочие истории. Это не про то, это хреново. Ой, так нельзя, наверное, говорить. Это так себе история. Но тем не менее, да, дом, кредит, квартира в кредит, машина в кредит. У меня трое детей. Отпуск в кредит и так далее. Но и вот в 30 лет я задумался и себе сказал, вот, все, это та точка, в которой надо для себя принять решение. В этой точке я сделал одно очень важное упражнение. С собой я посчитал все свои цели. Мечты, которые мне хочется получить в своей жизни. И так далее, и так далее. И там порядка 60 миллионов рублей. И я понял, что мне надо очень много лет, 547 для достижения. И хочу очень важную штуку подсветить через притчу-загадку. Сидело три лягушки на бревне. Сидели, квакали, в своем болотце, в озере, там, где угодно они сидели. Две лягушки решило спрыгнуть. Как вы думаете, сколько лягушек осталось на бревне? Это ответ. Три. Три. Давайте через свою историю эту подсвечу. В тот момент, когда я решил, что мне нужно что-то менять. Два года своей жизни я с решением наблюдал за рынком. Я принял решение, что я буду открывать бизнес, там, ферму с крупным рогатым скотом, автосервис, интернет-магазин по продаже кормов для животных. Вот тема первого спикера очень в тему. Да, я тренды, где, что и так далее, и так далее. Но спустя два года я понял, что на особо-то ничего не произошло. Я понял, что я, как вот одна из этих лягушек, продолжаю сидеть в своем болотце, в иллюзии и бд. То есть вроде что-то начал делать, но решить и сделать – это принципиально две разные вещи. Кто-то узнает себя? Был период в жизни. После того, вот это, наверное, очень важный инсайт в моей жизни, после того, как происходит понимание и ощущение себя, в какой точке я нахожусь, и когда я понял, что я как одна из этих лягушек, я считаю, что в моей жизни появилась точка B. И вот одна диаграмма с моего графика жизни точно ушла. Но, несмотря на то, что я понял, это не значит, что будет стабильный рост, какой-то прирост и так далее. С чем это связано? С осознанием этого я пошел в бизнес, я нашел для себя направление UDES, я увидел в нем тренды, масштабы, перспективы, вот все, о чем говорили. Я пошел в этот бизнес, но по какой-то причине бизнес развивался достаточно ровненько. Вот прям вот идет, идет, идет. Почему так произошло? Наверное, потому что я в бизнес пришел со своим бэкграундом, со своим видением, со своим пониманием, с теми навыками и скиллами, которые у меня есть, и с ощущением того, что я красавчик. Но очевидно, что если я продолжаю делать те же самые действия, которые я умею, которые я знаю, они мне понятны, что будет с моим результатом? Он будет максимально ровный. Он будет максимально ровный. И в какой-то момент времени я понял, что для достижения принципиально других результатов мне нужны какие-то новые вводные, новые данные, новые действия. И я понял, что мне нужен рост именно в осознании и в принятии каких-то определенных вещей. И об этом я с вами хочу поговорить. А можно со светом что-нибудь сделать? Я хочу чуть-чуть видеть зал. Вот, все, я вас сейчас больше вижу. Я хочу с вами поговорить. Хочу задать несколько вопросов, которые я задал когда-то себе. Вот тут я понял, что мне что-то необходимо. Сейчас задам несколько вопросов, а подумай, что нужно конкретно тебе. Тебе, тебе. Я себе задал вопрос, а один миллион рублей это для меня? Что тебе тело внутри говорит? Вот представь, вот представь, что тебе сегодня пришел миллион рублей. Что ты с ним сделаешь? Я подумал, ну кредит выплачу. Представь, через неделю тебе приходит еще один миллион рублей. Я подумал, в отпуск съезжу не по горячей путевке. А представь, что через неделю приходит 10 миллионов рублей. Через месяц еще 10 миллионов рублей. Это для тебя? Или это другая вселенная? Это разговор с самим собой. И я понял, что те деньги, которые я зарабатывал у нами, вот перейдя в какое-то новое направление вектор, я остался при этом же. И я понял, что это определенный уровень нормы, который мой мозг, мое ощущение, мое тело для меня принимает. И понимает, ощущает. С другими деньгами, вот пока эти мыслительные процессы в себе я не запустил, я не понимал, что делать. А сидеть в первом ряду? Для меня задать себе этот вопрос. Когда-то я уже говорил 6 лет назад, 5 лет назад, вот почему-то я выбирал всегда вот такую часть зала и сидел вот там в конце. А в первом ряду? Для меня? А каково? Сидеть за столиками. А каково сидеть в первом ряду в портере? И сзади возможно. Что для тебя? А дом на море? Где я сейчас живу, в каких условиях? Вот в 30 лет я задал себе этот вопрос. И для меня был определенный уровень нормы. Я сам из Москвы, родом, квартира там 56 квадратных метров, это целая трешка. и как бы, ну ок, нормально. В какой-то момент времени я думаю, ну а квартира по центре? Ну квартира 100 квадратных метров, в принципе, наверное, тоже неплохо. А каково это жить в доме за 200 миллионов? А почему кто-то живет в доме за 100 миллионов долларов? Возможно, кто-то когда-то решил? Эти мыслительные процессы привели к тому, я переехал в Сочи. Из Сочи я переехал в Дубай, из Дубая в Таиланд, во Вьетнаме. А каково втроем жить в доме 300 квадратных метров? Это для меня а путешествовать? Когда я последний раз был в отпуске? Это вопрос для каждого, сам собой. А в какой я был в стране? А в каком я жил в отеле? В 30 лет я себе сказал, что я езжу в лучшем случае два раза в год по горячей путевке. У меня трое детей. Ну это ж нормально. Я ж отец. А каково это ездить в отпуск 6 раз в год? 5? 10? Это для меня? А каково это иметь бизнес в разных странах? Возможно ли это в принципе? Да ладно, это для меня? Сейчас есть? Сейчас это в моей жизни? В твоей жизни это есть? Что отделяет от этого? Прикольно. Оказывается, можно, чтобы бизнес был в разных странах и оттуда приходили деньги, даже когда я сплю. Тогда, о чем я с вами сейчас разговариваю, у меня этого не было. Я безумно благодарен партнерскому сообществу и окружению. В том числе Дмитрий Соловичук, я о нем вчера упоминал. Это человек, который мне дал ответы на несколько вопросов. Вот здесь вот, когда я говорю, я хочу зарабатывать миллион рублей. 6 лет назад, прям молодой, амбициозный, мега-успешный парень, предприниматель. Валер, ты что? На миллион даже на бизнес-классе не полетаешь. Можно честно скажу эмоцию? Не, нельзя это вслух говорить. Ну, короче, я аккуратно думаю, да ты. Потом он здесь говорит, у меня бизнес в 15 странах. Честно, у меня была реальность, да пошел ты. Вот на эмоциях, на уровне, то есть тело сначала реагировало на уровне отторжения, а потом я смотрю, вот они, примеры. А окружение, окружение и мое осознание, что для достижения нового результата мне необходимы какие-то действия. И это то, за что я благодарен партнерскому сообществу всему. Есть огромное количество людей. Вот на секундочку, на понимание, что мы делаем, чем мы занимаемся, кого я хочу к себе в команду, кого, я уверен, ты хочешь к себе в команду. Это люди абсолютно разные, с абсолютно сильно разными скиллами, навыками, с амбициями. У кого есть желание иметь бизнес там в 40 странах? Кто себе внутри ответил то, что в месяц 5 миллионов рублей или 10 миллионов рублей – это для меня? 50 миллионов. Я просто увидел, что не все руки подняли. Про вопрос про окружение. Знаете, что я здесь хочу сказать? На протяжении 10 лет, это партнерское сообщество, эти люди развиваются и протестировали миллиард гипотез. Мы точно нашли, что работает. И сейчас, переехав во Вьетнам, я понял, что мир не то что изобилен, он вообще безграничен. Можно приехать в любую точку мира, то есть получив навыки и скиллы на базе, на той базе, которая построена на протяжении 10 лет, эти навыки можно просто взять, потому что все партнерское сообщество безгранично щедро делится всем, что накопили. И вот этот базис можно взять и где угодно реализовать. Слава Богу, что другие страны отстают с точки зрения диджитал. У нас еще есть время. И я это как формулирую? Я думаю, что понятная цель, по сути, это понятная стратегия бизнеса и понятная стратегия жизни. Вопрос. Есть цель? Только честно, сам себе ответь. Кричать, наверное, не надо. Есть задача? Подхожу вот к тебе, к тебе и к тебе. Я говорю, у нас есть цель, нам нужно выкопать яму 50 метров на 50 метров, глубиной 50 сантиметров или метр. Какая мысль первая? Что надо сделать? А если я пришел и сначала, говорю, местами перепутал, представляете, если я пришел и говорю, слушай, нам нужно выкопать яму. О чем подумал? Все, мы с тобой идем в яму. Что мы берем? Лопату. А при появлении дополнительных вводных, что яма должна быть 50 на 50 и 10 метров в глубину, подумаешь ли ты о лопать? Но 100% нужен какой-то другой инструмент, нужны какие-то навыки, больше людей, больше автоматизации и так далее. Поэтому фокус. Понятная цель, это понятная стратегия бизнеса и твоей жизни. Вектор, какой выбор ты делаешь ежедневно. И в жизни каждого человека вот эта точка B, это осознание определенных базовых вещей. Я к этому отношусь как к определенному окну возможностей. Мы каждый день что-то видим, слышим, и вот эти окна, они периодически в жизни появляются, но как появляются, в какой-то момент времени они все могут закрыться. И цель. Понимая свою цель, можно понять, а куда тебе, с кем тебе по пути. Слушая вчера выступление администрации компании Вячеслава Ушенина, вот задумайся на одну секундочку. Вот какое мобильное приложение или что ты знаешь? Вот там Яндекс.Такси все знают? Какие-то социальные сети известные знаете? Понимаете? Представляете, что мы создаем? Мы точно сделаем так, что мобильное приложение UDES будет стоять в каждом мобильном телефоне. И я очень хочу, чтобы мы продолжали друг с другом бесконечно щедро делиться тем опытом, который мы ежедневно приобретаем. И мы это делаем, мы это создадим. Для меня ответ на вопрос очевиден. Где должна стоять запятая? Потому что если я торможу хотя бы один день, хотя бы один месяц, то в мою жизнь приходит другая фраза. Казнить нельзя помиловать. Поехали? Я хочу пожелать каждому, каждому сидящему в этом зале стать той версией себя, которую ты видишь во снах. И об этом знаешь только ты. Всем хорошего дня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!